Друзья, всем привет! Добро пожаловать на LinguaTripTV! Сегодня мы будем говорить с вами о словах, которые часто путают русскоязычные студенты. Сейчас я буду говорить слово. Вы задумывайтесь, какой перевод приходит в голову быстрее всего? А в комментариях пишите, сколько слов вы угадали правильно. Итак, первое слово. Accurate. Accurate – достоверный, как correct in details. А не аккуратный и опрятный. Аккуратный и опрятный – это tidy или neat. Например, accurate example – это точный пример, как perfect example. Но a tidy person – это аккуратный человек. Слово номер два – concrete. Не конкретный. На самом деле, если это слово, то как существительное, то concrete – это бетон. Если это прилагательное, то это то же самое, что solid. Или inarguable. То есть, с ним как бы не поспоришь, неопровержимый. Например, concrete proof или concrete evidence. То же самое, что undeniable evidence – неопровержимый доказательство. Вот конкретный, то, что мы подразумеваем, это specific. Например, a specific example. Слово номер три – anecdote. Anecdote – не анекдот. В английском это небольшая история о прошлом или настоящем. Вот анекдот в нашем понимании – это joke. Я могу сказать... То есть, у него много историй, а не анекдотов о его детстве. Четвертое слово – artist. И это не только артист, это любой человек, который создает искусство. То есть, anyone who creates art. Чаще всего, кстати, это какое-то, ну, что-то осязаемое. То есть, например, painter или glassblower. Кстати, некоторые такие сноббиш артисты. Артисты с высоким мнением о себе, чтобы подчеркнуть свою значимость, иногда могут поставить ударение в слове artist на второй слог. И тогда слово получается совсем как русский вариант. I'm an artist. Пятое выражение – audience. Чаще всего переводится как люди, которые вас слушают, то есть, как аудитория, а не аудиенция. The audience applauded after the opera. То есть, зрители аплодировали после оперы. Чтобы перевести это слово как аудиенция, нам нужно добавить глагол. Например, to have. To have an audience with someone. Шестое слово – это британское слово biscuit. Оно обозначает не бисквит, а печенье. Так что, если вас интересует бисквитный торт, то заказывайте sponge cake. То есть, дословно, торт-губка. В Америке печенье cookie. Но, если вы скажете в Америке, что хотите biscuit, то, скорее всего, американцы подумают, что вы хотите American biscuit. Это тоже выпечка, но она совсем не похожа на печенье. И на самом деле, это такие кусочки из теста, которые очень часто едят на завтрак, как особенности на Юге Америки. Седьмое слово – cabinet. Это не кабинет. Это кухонный гарнитур. Например, полки, двери, плита, все остальное. То есть, как kitchen shelves with doors. И в Америке очень часто kitchen cabinet встроен сразу в стену. И кабинет как место для работы и учебы, то, что мы подразумеваем, назовут либо study – это немножко устаревший вариант, потому что сейчас, скорее всего, так мало кто скажет, потому что это подразумевает, что у вас есть большой кабинет с библиотекой, какие раньше были в больших домах. Либо home office – вот это домашний офис, место, где вы работаете дома. Такая более современная версия. Восьмое слово – carton. Это маленькая коровка, чаще всего из картона или бумаги, и она используется для жидкости. Но это не картон. Например, я могу сказать a carton of milk. То есть, сам материал, картон – это cardboard. Я могу сказать this carton is made out of cardboard. Девятое слово – это chef. Chef – это шеф-повар, а не шеф на работе. Шеф на работе будет boss. My boss is really great. Например, если шеф – это квалифицированный работник, который получил образование, то есть тот, который работает на кухне именно со специальным образованием, то a cook – это просто повар, чаще всего самоучка, кто просто сам умеет готовить. Chef. Десятое слово – collector. Коллекционер. Это человек, который коллекционирует вещи профессионально или как хобби, но это не коллектор. I'm a real collector. Коллектор – это просто bank. Чаще всего вы скажете просто the bank came and took the house. Одиннадцатое слово – electric. Это прилагательный, электрический. Все, что работает, заряжается или производит электроэнергию и не имеет никакое отношение к электрику. Electric car – электромобиль. Электрик в английском – это electrician. Двенадцатое выражение – extravagant. Это прилагательное можно перевести как экстравагантный, например, Lady Gaga is really extravagant. Но еще чаще оно употребляется в значении расточительный, когда человек постоянно тратит деньги или какие-то другие ресурсы без ограничений. Я могу сказать Он транжир, он очень много тратит денег и вообще не считает. Или То есть она не транжир, она не тратит много денег. Это не обязательно значит, что она не экстравагантный человек. Тринадцатое слово – magazine. Журнал, а не магазин. Магазин в американском английском – это store. I don't think you can find magazines in regular stores. То есть не думаю, что вы можете найти журналы в обычных магазинах. И, наконец, последнее, четырнадцатое выражение, четырнадцатое слово – это pathetic. Pathetic – это не патетический, не пафосный, это будет pretentious, а вызывающий жалость – жалкий или ничтожный. Вы можете сказать You are pathetic. Если человек находится в какой-то не очень хорошей ситуации, или вы так на него сверху вниз смотрите, скажете You are pathetic. Pathetic. Пишите в комментариях, сколько слов вы угадали правильно, в каких словах вы ошиблись. Не забывайте подписываться на канал. Если вы хотите посмотреть дополнительные видео, то можете смотреть вот здесь. До скорых встреч. Всем пока.